Народ, всем здорова! Сегодня у нашей Кирочки день рождения. Сегодня ей исполнилось 9 лет. Вот она, наша красавица. И сейчас, по ее желанию, первым делом мы идем в магазин за подарками. Она любит очень сильно магазин Action. Сама выберет все, что хочет, а после поедем в бассейн. Чуть-чуть она привалела, кашляет, но все равно хочет в бассейн покупаться. Сегодня мы не полным составом. Наталья осталась в машине, а Боря на больничном дома болеет. Ему категорически бассейн не подходит. Хотя сегодня погодка хорошая, можно было бы и на природу поехать и пожарить шашлычки, да, Кира? Или чего-нибудь еще? Бассейн Максимарный. Какие ощущения у тебя в свой день рождения? Нормальные. Нормальные? Ты чувствуешь, что ты повзрослела уже? Юля, подожди чуть-чуть нас. Чувствуешь? Да? Вот такой вот магазинчик Action. Забегаем и выбираем, да, Кира, то, что Кира хочет? Я выбрала картину. Ее надо будет разрисовать, да? Сезанна будет нести подарки. Побежали дальше, побежали. Народу сильно много в этом Action. Смотрите, прям ажиотаж. Не знаю почему, но детишкам очень сильно нравится магазин Action. Он голландский, в городе у нас он один. Юля, почему детям нравится Action? Я не знаю, тут все есть. Сезанна, почему детям нравится Action? Никакой другой игрушечной, да, вот именно вот здесь. Ты это тоже? Угу. Что это? Ну, бери, бери. Папа тебе сказал, все, что захочешь, все, бери. Сама выбирай. Какой, Кира, лучший сюрприз, когда ты раскрываешь с коробочки или когда ты сама выбираешь? Раскрываю коробочки и сама выбираешь. А, разницы нет, да, для тебя? Бери, бери. Это что у нас? Это собирать браслеты. Кстати, здесь игрушечный отдел не такой уж и плохой, да? Игрушек сколько. Вот этим самым детей и манит. Кира, смотри, такая не нравится тебе? Или ты уже выросла от кукол? Выросла уже? Вот так вот уже. Вот этот антистресс, да? Прикольный какой. Вот этот еще прикольный. У нас такое было. Да, папа уже часто привезли с детей сюда. Вот такой мы покупали. Ну, это вообще, друзья, это просто... Мы его покупали. Прикольно. Опять берем? Одесса старая проткнули уже? Да, можно? Конечно, можно. Кира, твой день рождения. Накидывай себе. Накидывай. Довольная какая. С сестренками поделишься? Или они пусть ее тоже сегодня что-нибудь выберут? Для папы. Смотрите. Гирьки есть. 10 кг. Я выберу резинки, но это все в одно. Как понять в одно? Ну вот. А, просто в куче? Это для волос резинки? Да. Бери, бери. Бери все, что хочешь. И мы ищем с Юлией пистолет. Такой. Водяной? Угу. Водяной? Ну, давайте, ищите. Не знаю, там кто живет. Но могут жить муравьи. Это, знаешь, для чего, Кира? Это для сада декорации. Кстати, вот с подсветкой. Это у нас вот сзади батарея солнечная. За 10 евро, смотрите. На немецком это Ольга. Прикольно выглядит. Кстати, как сад закончим, так можно будет что-то наподобие тоже поставить. Пусть ночью светится. Искусственные цветы. Ну, бля, бля, в газетке, смотрики. Эти еще? Ты эти две хочешь? Ну, возьми. Они красивые. Красивые? Угу. Так прикольно наблюдать, когда дети сами себе выбирают подарки, особенно цветы. Дарите женщинам цветы и девочкам, да? И девушкам. Та-та-тан, та-тар-тан. Вот так вот уже. Мы сейчас пищем пистолет и с ними найдем, спросим, где они лежат. Ага. Все, закупилось? Угу. Смотрите, сколько набрало. Сейчас небольшой обзор вам сделаем. Целую корзину. Сиданночка снесет. И вот уже, друзья, самой младшенькой дочке 9 лет. И как же быстро все-таки летит время незаметно. Я ему вчера просила 100 одну розу. А я сказал, купишь себе сама все в магазине. И она сама все купила. И розы тоже. И бомба-дерожди. Да? Угу. Хорошо, я думаю, вот, тоже бомба. Как мама снимала, случайно удалила видео со школы. Угу. Вот бомба. Цветочки бомба, Кира. У тебя хороший вкус, я тебе скажу. Они искусственные, как у Юли в комнате. Приехали сейчас в парк. Липый парк. Сделаем небольшой вам обзорчик. Мы здесь погуляем, а потом увидимся в бассейн. Вот здесь постоянно люди отдыхают. У нас хороший парк, здесь Липы. Здесь, смотрите, представлены все религии. Покажу вам быстренько. И вот это вот. По-быстрому, по-быстрому. Ну что, показывай быстрее, что купила. А вот, кстати, и мама. Всем привет. Мама, что скажешь для дочки? 9 лет сегодня уже. Я ей уже сказала, я ее в 12 ночи неровно поздравила. Она пришла ко мне, да, Кирочка? Давай быстренько. Все у нее в жизни получалось, чтобы она была счастлива. Здесь такой песок внутри. Это антистресс, Кира. Вот, песок. Так. Розу раз такой. Целый пакет, Кира, набрала. Но самое главное, чтобы настроение было хорошее. Еще розы. Смотри, мама, какие розы. Я говорю, у нее хороший вкус, да? Бомбочка для ванны такая. Это мой губок. Резинки. Ну-ка, ты закладываешь, и потом не видно ничего. Вот это вот раскрою, покажи нам, что здесь. Интересно мне. Дисней. Раскрываем. Пистолеты, друзья, взяли вот такие вот, чтобы стрелять. Мыльные пузыри. О, ну вот это да, Кира. Как раз и картину разрисуешь, который ты взяла, да? Вот это. Смотри, кого она зала. Льва. Красота, Кира. Ну, Кира, ты даешь. Вот. В общем, друзья, смотрите, немножко и косметики взяла какой-то. Мазаться там чуть кисточки, еще какие-то резинки. Еще пистолеты. И вот такие пистолеты водяные, чтобы стреляться. Ну, вот это тебе, я вижу, понравилось, да, Капитально? Угу. Еще какие-то штучки. Блески. Блески для глаз? Угу. Пистолеты. И вот здесь вот, что это у нас такое? Помада. Помада? Или блеск. Блюм. Вот еще. Вот она брала резина. Что, ты хочешь? Самое главное, как я и говорю, чтобы у детей было хорошее настроение. Кстати, неплохой-то сюрприз. Я говорю, выберешь сама все, что хочешь. И она действительно выбрала сама, что захотела. Пакет полный. Счастье. Полные штанишки. В данном случае полная юбочка. Вот такой вот прекрасный парк у нас. Семьи отдыхают. Везде. Подумал, меня зовут там, что-то там кричат. Смотрите. И грилят. Вообще чудесно. Какая природа здесь. Красота. Везде вот такая вот, друзья, информация. Здесь по религиям. И здесь смотрите, вот как сделано, видите, для людей с ограниченными возможностями, которые не видят, да? И вот они по пальцам расшифровывают вот это вот все. Естественно, их обучают к этому делу. А также здесь смотрите по всему парку. Что очень даже хорошо, видите, вот это все рифленое сделано. Это кто также плохо видит или не видит, которые идут с палочкой. И вот это для них ориентир. Также на перекрестках и везде. Здесь дороги пересекаются. К парковке и так далее. Хорошо придумано. Молодцы. Что-что вот в Германии о людях думают. О тех, особенно которые вот с ограниченными возможностями. Видите-ка, какой пикник четко. Кто-то занял козырное место, я вам скажу, с теньком под деревьями. Солнце перемещается и так же вы перемещаетесь. О, Кира побежала с Юлей. А что скажет мама? Может еще одного? 9 лет младшему. Хотела тебе сказать, что 9 лет, а как вчера было, да? Так быстро пролетело время. Да? Так точно, дорогая? А, Кира, я к тебе бегу. Давай-давай, у тебя же снизу шортик еще. Опа. Ты как спасатель пожарной службы. Сами не можете? Нет. Давай. А теперь покатай меня. Большая черепаха. Знаешь, Юля, можно какие виражи здесь устроить? Это вот роллер электрический, поставить колесо здесь, на бок положил, и чтобы накрутило, тогда вы разлетитесь в разные стороны. Вот у меня фантазия, да, друзья? Вы поняли? Я мой самокат принесу сюда. Да нет, самокат нет, такой. Роллер имеет в виду скутер, мотоцикл с мотором. Колесо заднее раз, где привод. И как дал, и полетели девчонки в разные стороны. Вот у меня фантазия, да, Наталья? Ну, как и скажешь, что-нибудь. Детские дни рождения папа может устроить. При такой хорошей погоде не сказал бы, что здесь много людей. Обычно здесь так людно, особенно вот здесь, здесь столько экстремалов катается всегда. Но, возможно, чуть попозже, по-любому. На роликах, на скейтах здесь гоняют. Также вот здесь вот препятствия. Там футбол играть, там и турники, и всякое такое. И паркур есть. Прикольно. Вон там у нас находится мечеть в городе Хам. Но это не единственная. Сверху, видите, вот минареты. Вот там ты, Наталья. Наталья, ну что, еще пятого не хочешь, что ли, или как? Нет, я только хотела тебе сказать, а ты что, хочешь? Ну, а что мне? Наше дело небольшое. Воспитаем. Нет, я пока опас. Букет собран. Сын есть, дочки есть, все. Друзья, как придумают, чего, смотрите. Это район, друзья, Хамхеринген. Вот так вот от солнца спрячемся. И здесь были шахты в свое время, которые сейчас закрыты. И здесь вот все связано с этим делом. Везде написаны картинки разные, разные памятники. Или памятки даже есть, где можете прочитать. Также вот такой вот вагончик, например, вагонетка, на которой, возможно, в свое время доставляли уголь из-под земли. Напишите в комментариях, кто работал, кто не работал в таких системах Германии. Я так, ребят, знаю, кто спускался в шахту и работал, и учились. Вот так вот. У нас здесь земля НРВ, руль гибит. Здесь все изрыто, в принципе. Километр под землей. Шахты. Здесь залез где-нибудь в Дортнуде или в Беркамани вылез. Вот так вот. Приехали сейчас мы в Максимару. Здесь покупаемся. По ходу дела хотели переиграть. Думали, может быть, где-то в парке. Но нет, Кира настояла на своем. Нет, говорит, бассейн обязательно надо. И поэтому мы все-таки в бассейн. приехали в бассейне. Видите, что не поснимаешь, вам сильно не покажешь ничего. Кто угадает в комментариях, сколько здесь денег лежит, тому не знаю. Что не знаешь? Кто не знает. Подаришь этот конверт. Тогда ты поставишь лайк под комментарий, да? Угу. Хорошо. Да, Наталья? Да. Наталья была, конечно, бы тоже лучше бы в парк куда-нибудь поехала. Что-то сегодня на бассейне не очень расстояние. А ты? Не знаю. Мне самое главное, чтобы, конечно, дети радовались. Но в парке, конечно, там воля. А тут уже закрытое помещение, бассейн. Хотя здесь и весело. О, смотрите, как здесь. Наши правила купания. Здесь стоит наши правила купания. Наши правила купания. Даже на русском стоит, видите? Вот так вот. Наши правила купания. Так, друзья, на пятерых человек 37 евро нам садить в бассейн. Максимара. Ну что, друзья, не знаю, как вы, а мы бежим купаться. Раздеваемся, переодеваемся и ныряем. И проводим классное время. Ну что, друзья, 5 часов спустя наплавались, подзагорели. Смотрите, какие темные стали. Надеюсь, вам видно это через экраны. Ужарились, не могу, я уже и уснула, просыпаюсь. Юрика рядом нет, он пошел детей собирать. Ужарить еще не поможет. Да, народу очень много, прям очень много народу. Провели четко время, побесились, да, Кира? И почему мы еще пораньше хотели до конца дня вообще быть? Потому что ехать на шашлыки. Кира хочет ехать на шашлыки. И вообще Кира раскашлялась там сильно. И поэтому я говорю, не, не, пора уходить. Потому что у нее и так был небольшой кашель. А их с горки не согнать, там горки есть. И они без конца поднимаются и скатываются. Вода холодненькая такая, все на улице происходит. Ну, в общем. Надо подсушиться, конечно. Всегда. Ты можешь там и посушиться, а вон еще один есть. Здесь они работают. Да у меня волос-то нет, Кира, что мне сушить? Посмотри, сколько у меня волос, сколько у тебя. Давай, папа, у тебя своей расческой сейчас расчешет. Лучше и не придумаешь. Хорошенько время провели. 37 евро заплатили за вход. И получилось так, что 37.20 у нас вышло за еду еще. Прям точь в точь, как говорится. Мы вам потом покажем свои шутки, где мы сидим. Приехали домой, и Кира сразу занялась раскрашками. Или раскрасками, как правильно будет, Кира? Это картина вот. Ну да, это раскрашки или раскраски? Раскраски. Раскраски? Видишь, папа, уже забыл некоторые слова, как правильно говорятся. Ну, на этом все, друзья. Вот такой у нас сегодня небольшой выпуск. Как мы отмечаем день рождения самой младшей дочки. Всех обнял. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Будет много интересного.